Проблема повышенного давления может затронуть не только пожилых, но и молодых людей. Это могут быть как разовые приступы, так и систематические. Высокие показатели давления не только отрицательно отражаются на состоянии человека, но и могут угрожать его жизни. Поэтому лицам, склонным к гипертонии, необходимо знать способы нормализации самочувствия. Народные рецепты помогут нормализовать давление в тех случаях, когда оно поднимается изредка и не достигает высоких показателей. Они достаточно безвредны. Свекольный сок. Винегрет, салаты из свеклы очень полезны для гипертоников. Свекольный сок эффективно стабилизирует давление. Его необходимо пить по 100 грамм 3 раза в день. Длительность курса составляет 3 недели. Зеленый чай. Регулярное, длительное употребление зеленого чая позволяет стабилизировать кровяное давление, предотвратить появление атеросклероза. Шиповник и боярышник. Эти плоды можно вырастить в саду, на даче, либо приобрести в аптеке. Они снижают давление, стимулируют кровоток, улучшая работу сердца и очищая сосуды. Можно принимать плоды вместе и по отдельности. Боярышник особенно хорошо нормализует нижнее давление, эффективен при тахикардии сердца, учащенном пульсе. Имбирь положительно зарекомендовал себя в качестве профилактического и лечебного средства при гипертонии. Для стабилизации давления достаточно ежедневно понемногу использовать целебный имбирь в качестве приправы к блюдам. Цитрусовые. В домашних условиях, при незначительном увеличении показателей артериального давления, можно использовать любой цитрусовый плод вместе с цедрой. Фрукт измельчается и принимается по одной чайной ложке, всего раз в день перед приемом пищи. Свежевыжатый сок чеснока. Он расширяет сосуды, эффективно снижая давление без лекарств. В молоко добавляется 20 капель свежего чесночного сока. Смесь следует принимать два раза в день перед употреблением пищи. Калина. Для стабилизации высокого давления можно использовать чай из ягод свежей калины. 2-3 чайные ложки калины. Заливаются стаканом кипящей воды. Принимать напиток следует не более трех раз в день. Положительный эффект оказывает прием свежевыжатого сока из калины. В дозировке 150 мл в день. Суточную дозу можно распределить на три приема. А вы какие способы используете для снижения давления, поделитесь этой информацией в комментариях. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал, и будьте здоровы!